МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, сегодня мы поговорим об автошколах, о их ценах и вообще о том, какие автошколы у нас сегодня в республике, как в них обучают, хорошо ли, плохо ли. И обсуждать это будем с экспертами в этой области. У меня в гостях Артур Абдульзианов, генеральный директор Федерации автошколы республики. Здравствуйте, Артур. И Елена Витюгова, исполнительный директор Федерации автошколы республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый день. Начнем, наверное, с обычных каких-то вопросов, то есть самых статистических, после чего мы уже начнем копаться туда, грызть, так сказать, все подводные камни. Сколько автошкол на сегодня в Казани и как они расположены по городам? Значит, на сегодняшний день 104 автошколы. 104 автошколы. В республике? Нет, в Казани. В Казани 104 автошколы. Три года назад было 127. То есть количество их сократилось за три года. Я объясню, почему. Потому что до вступления как Федерации в свои права на территорию республики мы определили определенные правила, которые, в принципе, устранили те серые школы, у которых были некие проблемы именно в образовательной деятельности. А Федерация с чего образовалась? Почему причина? Почему причина? Ну, я думаю, это веление времени. Почему? Потому что было очень много нареканий на качество обучения водителей. Но это факт. На качество обучения. Это факт, да. Поэтому следствие, я думаю, это эволюционный процесс. Это как? Вы от государства или вы самостоятельно? Нет, это не коммерческое партнерство. Это объединение автошкол. То есть объединение образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой водителей. То есть в целях оказания методической поддержки, защиты их интересов, определения каких-то стандартов деятельности. То есть я считаю, что это веление времени, некий такой эволюционный процесс, когда автошколи объединились и решили как бы отставить свои интересы. А в каком году? Это было в 2009 году. В 2009 федерация образовалась, и сейчас вот она, в ней насчитывается 104 Казанская. И так получилось таким образом, что сами же автошколи стали бороться с неким серым рынком, который существовал. То есть это слабые автошколы, которые в принципе как таковом не имели автоклассов, имели парты, два стула, компанию из 10 тысяч уставного капитала. И конечно это все сказывалось на качественном учреждении. Это и есть такое. Хотя не знаю, далеко ли сейчас продвинулось. Хотя современные автошколы, я был например точно в трех, там уже как бы все стоит. Уже стоят компьютеры, уже стоят какие-то симуляторы авто. Но качество вождения пока конечно заставляет желать лучшего, видим на дорогах нашего города. Ну вот теперь давайте про стоимость и количество часов. Во-первых, что за изменения весной? Почему так это все шокировало? Почему начало качаться? Я прочитал статью, я понял, что основной критерий вот этой паники это стоимость. А когда повышается стоимость, значит должны быть причины. Да, паника присутствует там, где задействованы деньги конечно. Ну да. То есть конечно панические настроения не безосновательны. То есть стоимость обучения будет расти. Насколько она будет расти, в связи с чем на сегодняшний день средняя цена составляет порядка 22 тысяч рублей. Если брать в целом по Поволжскому региону, я скажу, что это средняя цена. В Самаре 23, в Нижнем Новгороде 21. То есть вот цена вот на этом уровне. До недавнего времени у нас цена была вообще 9 тысяч рублей. Но это были определенные факторы, о которых я уже говорил по серым школам. А в связи с чем и каким образом будет подниматься цена? Потому что меняет законодательную базу. Думаю, Елена Петровна скажет несколько слов по законодательной базе. И сразу я хотел бы узнать о формировании цены. Откуда берется эта цифра? Хорошо. Значит, ну какие изменения нас ждут? Сейчас на стадии разработки находятся новые программы примерной подготовки водителей по всем категориям. В том числе и по вновь введенным. Да, я думаю. А1, А2. А2. Нет, есть Б. А1, категория М, мопеды. Будут введены новые программы. Пока они возвращены Минюстом на доработку. Возможно, как бы к началу лета, либо к концу весны они все-таки вступят в силу. Кроме этого, параллельно с этими документами будут принят новый порядок сдачи экзаменов. То есть допуска водителей к управлению транспортными средствами. Этот документ уже готовит МВД России. Россия. Россия, нет. И предпримерные программы подготовки тоже готовит Министерство образования России. То есть они общие будут для всех. А они-то тут при чем? Министерство образования является лицензирующим органом. То есть лицензия на образовательную... Всегда. Всегда. Министерство образования как-то школам. Совершенно верно. Минтранс должен как-то... Ну это моя... Нет, подождите, давайте порассуждаем. Да, вот. Это образовательная деятельность. Значит, Министерство образования так или иначе должно быть задействовано. Но Министерство образования, в частности у нас в республике, выдает лицензии на основании сбора определенных документов. Здесь, конечно, должна быть справка от ГИБДД. Здесь должны быть справки об обучении инструкторов и прочее. То есть есть пакет документов, который собирается, и аттестационная комиссия, которая присутствует в Министерстве образования, решает... Ну я понял, но все равно это выглядит. Когда сидят академики, им немножко надо другое решать. Не думай, что там сидят академики. Там сидят люди, которые в этой сфере профессионалы. Ну ладно, я же говорю, это мое мнение. Потому что мне кажется, Министерство транспорта должно заботиться об этом. Плюс я согласен, ГИБДД, МВД и так далее. А Минобразование, ну может к теоретической части. Мне кажется, что в Министерстве образования и так достаточно много забот над дорогой провести. Да, поэтому дайте это. Пусть они займутся дорогой. Ладно, это пожелание. Хорошо, теперь цена. Самое главное, формирование. Потому что мы всегда знаем, как формируется цена. За буханку хлеба, как формируется цена за... А вот как, откуда? Все понятно. В принципе, точно так же формируется цена и в автошколе. Все зависит от себестоимости обучения, подготовки водителей. То есть автошкола сама принимает решение, значит, какой порядок образования цены и целесообразность установления этой цены. Значит, в какое время, когда и сколько. Основные составляющие при образовании цены, это все-таки оплата труда педагогов. То есть где-то порядка 50% входит на оплату инструкторов. Значит, дальше плюс педагоги, которые преподают теоретические предметы. Ну и дальше идет уже аренда, значит, содержание транспорта и оплата персонала вспомогательного, директора, плюс материально-техническая база, плюс, опять же, коммунальные услуги и все прочее, реклама. То есть порядок образования цены для рынка одинаковый. Да, если подвести себестоимость, мы как-то считали, у нас выходило где-то в районе 17-200. Я думаю, вот эта эффективность, эта вилка в 4-5 тысяч, это является некой прибылью, которая налогооблагаемая, соответственно. Поэтому, да, это минимальная. И вот это та цена на сегодняшний день, потому что там также существует конкурентная борьба. Ну да, я знаю, потому что там многие инструкторы как бы работают в двух, в трех школах. Совершенно верно. То есть это не возбраняется, если по времени не успевает отрабатывать тот норматив часов, который предусмотрит примерно программа. А что у них в трудовой пирси, мне всегда любопытно? Ну смотрите, на сегодняшний день в основном это индивидуальные предприниматели. То есть в свое время, когда разрешили автошколам, что они привлекают индивидуальных предпринимателей, они зарегистрировались в инструкторах как индивидуальные предприниматели, отучились, получили документ, дающий им право на обучение вождению. В общем-то и автомобиль они приобретают на себя, обустраивают его, делают как учебный автомобиль. И поэтому автошкола заключает с ними договор на оказание услуг. То есть автошкола является неким посредником между курсантом и пользой услугами? Нет, не посредником. Они привлекают их как третье лицо, но отвечает за весь процесс обучения только автошкола, потому что лицензию имеет автошкола. И когда договор заключается с курсантом, там обязательно должна быть прописана и все часы обучения, и теоретические, и практические, и вся полностью стоимость обучения. То есть курсант не должен платить сюда за обучение теоретическое, столько-то за практическое инструктору. Нет, вся сумма должна поступать в автошколу. Это понятно. А еще вот так вот, демократия все-таки у нас на дворе. Человек может сам без автошколы сдать? На сегодняшний день нет. Экстерном запрещено сдавать экзамены. Так Елена Бетронова, да? Да, с ноября прошлого года было принято изменение в закон о безопасности дорожного движения экстернатор. Потому что есть какие-то были мнения, что вот ВИП-обучение, то есть какое-то ускоренное. Нет, на сегодняшний день это 4 месяца, как правило, у нас в Татарстане. То есть 4 месяца человек должен обучиться, потому что в этот промежуток времени определен норматив часов примерно программы подготовки водителя. Он не сможет обучиться за полтора месяца, даже если он будет сидеть 24 часа в автошколе. Ну, помимо, нет, некоторые говорят, что и до 6 надо увеличивать. Ладно, об этом мы поговорим сразу после короткой рекламы. Продолжаем разговор. Сегодня мы говорим на тему автошкол, автошкол в Казани. Если вы планируете идти обучаться, знайте, что с весны цена может немножко подскочить. Так вот, что касается цены, которую так озвучили, 40 тысяч, вам кажется, она реальная? На мой взгляд, давайте возьмем несколько составляющих. Во-первых, есть инфляционные процессы. 0,6%. Да, в любом случае этот фактор существует. Далее, стремление директоров и хозяев автошкол увеличить свою прибыль. Потому что я сказал, что эффективность недостаточно высокая на сегодняшний день. Если соблюдать все требования и нормативы, которые есть в примерной программе. Цена на сегодняшний день, если будет законодательная база меняться, то цена, конечно же, увеличится, разумеется. То есть, я думаю, что вы здесь правы. То есть, она будет в районе 40 тысяч. Потому что будут меняться, во-первых, будут увеличены часы обучения. То есть, может обучение возрасти с 4 месяцев до 6. Это раз. Во-вторых, необходимы будут автодромы. На сегодняшний день неизвестно, в какой статус будут иметь автоматизированные автодромы. Что это такое? Это автоматизированный автодром. То есть, сдача практического экзамена первого и второго этапа вообще без сотрудников ГИБДД. Курсант заходит на этот автодром. Это закрытая территория. Он садится в машину. То есть, он везде на каждом этапе. В видеорегистраторы фиксируют его. Никто не сможет за него сдать. То есть, он заходит... Сдает экзамен автошколе. Получается. Первый этап, если она будет аккредитована. Если она будет аккредитована, у ней будет свой автоматизированный автодром. Они могут сдать на первом этапе. Второй этап, это будет сотрудник ГИБДД. Где будет стоять видеорегистратор. Аудио-видеорегистратор. То есть, если какие-то возникают противоречивые моменты. Они возникают. Они возникают, да. Чтобы этого не было как голословно. То есть, можно всегда будет поднять видеозапись. Посмотреть, в каких противоречиях был сдан экзамен на втором этапе в городе. Но автодром это не дешевая же штуковина. Автодром не дешевая. Есть какая-то школа, у которой есть автодром? На сегодняшний день, да. Это метроэлектротранс, который находится на Оренбургском тракте. Это автоматизированный автодром. Построен по современным технологиям совершенно. То есть, приезжают... На сегодняшний день в России это пять городов. Самара, Нижний Новгород. На сегодняшний день они как бы не вступили в полную силу. Потому что, я говорю, идет доработка законодательной базы. Но не исключено, что автодромы должны будут иметь статус, скажем, доминирующей площадки. И в каждом городе страны он должен быть. Но он один должен быть? И его потом автошкола. Как 104 школы могут поделить? Они не могут делить. То есть, может одна автошкола построить автодром, а все арендовать таким образом. Но у нас пока один. Пока один. А в данный момент, то есть, все, кто возле супермаркетов катаются, нарушают закон? Да. Есть еще два сертифицированных автодрома. Это у нас площадки две. Площадки. Да, не автодромы. Ну, ее так называем пока, потому что автодром он авторитизирован, а площадка это где тренируется. Ну, просто поставили палки. Да, да, совершенно верно. У нас два этих автодрома с ними. Необходимо заключать договор, потому что они еще чем удобны, нужны, необходимы, чтобы автодром был в городе, а не загородном в городе. Загородном можно было построить. Называйте какие, где они два. Это Долкен, это район старого аэропорта, и район дворца единоборств. А, за дворцом получается. Да, за дворцом. То есть, там есть эстакады. Ребят, то есть, вы все слышите. Если в данный момент вы курсант какой-то автошколы, и вы катаетесь не за дворцом единоборств, и не на старом аэропорте, ваши инструктора и ваши автошколы нарушают закон. Поэтому будьте внимательны и смотрите. Да, вот теперь по поводу волны коррупции, которая, я уверен, она будет. Не по той причине, что, может, сами автошколы хотят, а потому что курсанты хотят права. И, как правило, это идет именно со стороны курсантов. То есть, мне легче заплатить. Таким образом, если стоимость обучения в автошколе за 4-6 месяцев 40 тысяч, я делаю вывод, что порядка 60 тысяч будет стоить права. Ну, это так. Сложно говорить об этих цифрах. Хочется сказать вообще странная ситуация. Когда ты учишься в автошколе, никто не покупает диплом за 10-й клад, для того, чтобы купить, и ты отучился 10 лет, да? Ну да. А как-то странно, права покупают, я, конечно, понимаю, что это волна, скажем так, бизнеса, вот в образовании, оно, конечно, свело к тому, что и дипломы покупают в переходных-переходах, да? Да, да, да. То есть, и водительские права. То есть, в отношении коррупции, вы понимаете, права подделать нельзя. У них есть номера, они регистрированы. Ну, нет, мы же все знаем, это прекрасно, схему. Схема проста. Человек идет, официально отучился в школе. Тем более, как отучился. Кто будет контролировать? Вот ваша федерация будет контролировать, сколько человек присутствовал на лекциях. Ему же там могут просто точки ставить, что он типа был. На самом деле он не был. Потому что, ну, многие, по крайней мере, там, мои знакомые, которые были, ну, как 50% занятий в лучшем случае отходили. А то и так три занятия теоретических и часов 10-12 практики. И все, и погнали в ГИБДД сдавать. Давайте еще проведем некую такую параллель. Вот на сегодняшний день на нашем сайте ведется рейтинг автошкол. Что это такое рейтинг автошкол? Это статистическая оценка показателей качества подготовки водителей. То есть, у нас есть рейтинг автошкол. То есть, любой желающий, будущий водитель, когда он хочет отучиться в автошколе, он может зайти на сайт и посмотреть, какая автошкола находится на первых местах. Друзья, вы же знаете прекрасно меня. Я люблю говорить правду. Поэтому, что касается правды, которая происходит, схема до боли проста. Вот поэтому я и говорю, что если мы будем контролировать обучение все от начала до конца, то тогда может быть. А так это происходит. Человек 4 месяца ходил, не ходил, не суть. Если у него есть опыт, друзья, знакомые, которые его сажают вечерами незаконно за руль и он тренируется сам. А потом у него, да, часов в 10 он отучился со своим инструктором. Если захотел еще чего-то взять, он ему платит 500 рублей один урок. Ну вот, это я знаю точно. В час, да. Да, вот, заплатил. Примерно ты научился. Идешь, понятно, компьютер, вот тут я согласен. Вот компьютер купить, ну, по крайней мере, я даже не могу представить эту схему. Но, я дальше продолжаю. Компьютер сложный. Площадку очень много глаз, очень много тоже достаточно тяжело это сделать. Город, как правило, валят и после чего тебе говорят, через неделю приди и принеси. И разные суммы озвучивают, в зависимости от автошколы и так далее. Приносишь, как будто ты на переиздачу. На самом деле ты ничего не переиздаешь, тебе выручают права. Схема чиста. И эта схема работает. Вот я и говорю, что с повышением этой цены, цена может, причем сотрудник ГИБДД вообще никак не касается курсанта. Это все на уровне инструктора. Как с этим бороться? И эту схему достаточно тяжело сломать. Ну, вот сейчас с этим в сфере изменения законодательства очень много будут препонов, скажем, для коррупционной деятельности. Первое, это автоматизированный автодром. Не участвует, отсутствует человеческий фактор. Раз. Теоретический экзамен. На сегодняшний день даже по штрих-коду сдают. Я не думаю, что есть какие-то... Нет, теория согласен. А теперь, что касается второго этапа практического экзамена. В машине будет стоять, о чем мы и говорили, аудио-видеорегистратор, который, в принципе, можно смотреть. Он будет и в онлайне, и в записи. Всегда можно будет посмотреть, и как же он сядет, если он будет, скажем так, в сговоре. Ну, я понял. Как же он сможет... Если он пошел на переиздач, он должен переиздать. Ну, скажем, слушатель собственной безопасности ГИБДД всегда может посмотреть видеокамеру и сказать, да. И никто за него не сможет сдать, потому что видеокамера будет... Нет, мы же всегда без видео. Ну, я еще что хочу сказать. В первую очередь, я хочу обратиться к тем, кто планирует обучаться в автошколе, и кто, значит, в дальнейшем станет водителем. Возникает много, вот сейчас вот по статистике. Много. И растет. Я бы не сказала, что растет, но особо не меняется где-то на одном уровне. Продолжайте. Да. Я хочу к ним обратиться и сказать, что не старайтесь покупать права, да. Вам в последующем ездить по дорогам, и вы должны научиться ездить, и вы должны знать правила дорожного движения. Не просто их зазубрить, чтобы откататься, а вы должны знать эти правила. И прежде чем выбирать автошколу, надо, я думаю, посетить не одну автошколу, почитать отзывы, но не те отзывы, которые иногда сами школы на свои же сайты пишут, лестные, а посмотреть на разных сайтах отзывы. Посоветоваться, может быть, кто-то недавно обучался из знакомых, близких, если как бы определились, посмотреть однозначный рейтинг. Если вы определились, и у вас есть на примете несколько школ, надо обязательно в эти школы приехать и как бы их посмотреть, посетить. Спасибо. И теперь, Елена, так сказать, можно сказать, финальное слово сказала. Прошу тоже вот в эту камеру ко всем коротенько советам будущим автомобилистам. Будущим автомобилистам. Я, в принципе, хочу сказать, что самый опасный узел в автомобиле, это, конечно же, сам водитель. Автомобиль не так опасен, как опасен сам водитель. Поэтому, конечно, знание правил дорожного движения знать необходимо, потому что это безопасность не только самого водителя, но и окружающих. Там могут быть и близкие, и родственники, и вообще просто те события, которые происходят на остановках, наезды, конечно же, ответственность несут автошколы, которые готовят. И, как правило, нарушают, скажем, в ДТП попадают молодые водители, стаж водителей, которые до трех лет. Поэтому я хочу обратиться к родителям и, скажем, к папам, мамам, бабушкам и дедушкам, которые, дети, которых внуки идут учиться в автошколу. То есть, прежде всего, подумать, конечно, да, это серьезный шаг. Во-вторых, чтобы он, конечно, посещал автошколу и обучился по полной программе. Конечно, и тогда ему будет легче сдать экзамен. Я думаю, что здесь это залог безопасности. Большое спасибо. У меня в гостях были представители Федерации автошколы Республики Татарстан. Большое вам спасибо, Артур. Елена, спасибо. До свидания. Друзья, и запомните, теперь, если вы платите 40 тысяч, ну уж за такие-то деньги надо сходить и поучиться. Делать вывод вам, за рулем сидеть именно вам. Это был Актуальный Разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин